Указ президента от 22 апреля 2013 года можно считать днём рождения Государственного комитета судебных экспертиз. Эта структура со штатом криминалистов, экспертов самых разных специальностей, от автотехников до химиков, биологов, была создана для улучшения качества и сокращения сроков проведения экспертиз. Молодое подразделение объединило ряд служб, которые до этого существовали по отдельности. Пинский межрайонный отдел Госкомитета судмедэкспертиз рассказал его начальник Александр Гулевич обслуживает сразу несколько районов и включает в себя три сектора. В здании ГУВД, к примеру, расположился экспертно-криминалистический. Его сотрудники – это те, кто первыми попадает на место преступления и выполняет там свою главную задачу – проводит тщательный экспертно-криминалистический осмотр. От него во многом зависит раскрытие совершенного злодеяния. Выезжая на осмотр мест происшествий, мы занимаемся изъятием следов всевозможных. Следов фрукт, тросологических следов, биологических. Данные следы являются вещественными доказательствами по уголовному делу. И, как правило, уголовные дела у нас состоят не только из признательных показаний подозреваемого. Его показания нужно чем-то подкреплять, то бишь вещественными доказательствами. Выявление следов на месте преступления может занять не один час кропотливой работы. Сбор очевидных улик, также снятие отпечатков пальцев и поиск других деталей, заметных только профессиональному глазу эксперта-криминалиста, состоит из массы технических и технологических процессов. Не меньше скрупулезного труда приходится прилагать и сотрудникам судебно-психиатрического, а с ним и судебно-медицинского подразделений. Именно сюда попадают собранные улики и проводятся специальные анализы, по которым, например, можно выявить характер, причину травмы и смерти человека. Иными словами, говорит лаборант-гистолог Наталья Целиндь, установить или подтвердить поставленный судебными экспертами диагноз. Это все процесс такой небыстренький. У меня задача состоит в том, чтобы в течение недели приготовить данные препараты и передать их доктору на исследование. Результат работы специалистов Межрайонного отдела судебных экспертиз раскрытые с их помощью преступления. В числе последних – двойное убийство в декабре прошедшего года в одном из домов по улице Островского. В двух словах ситуацию – распивали спиртные напитки сына с матерью, присоединился к ним их сосед. В результате пьяного депоша, непонимания друг друга, произошла драка с использованием ножа, в результате которой этот сосед убил и мать, и сына. Тогда личность убийцы удалось достаточно быстро установить. На месте преступления было собрано множество улик, но кроме них, заявляет Александр Гулевич, в скором раскрытии этого убийства помогли профессионализм и оперативность одного из его коллег – Игоря Кудласевича. Ни одно уголовное дело по причинению телесных повреждений, убийством, изнасилованием не обходится без наших экспертиз. И в итоге наши заключения могут явиться как поводом для возбуждения уголовного дела, так и поводом для прекращения уголовного дела. Все мои сотрудники с большим стажем работы, все профессионалы, отработавшие практически все больше 10 лет. Поэтому, в принципе, я уверен во всех, что каждый здесь отрабатывает свой кусок хлеба на все 100%. За короткое время существования Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз проведено около 3000 экспертиз самого разного рода. Это помогло раскрыть десятки серьезных преступлений, а главное – повысить качество и оперативность работы правоохранителей.